В общем, пришла сегодня новая поставка. Уж как раз паковываю, все это показывать не буду. Не раз уже все это вам показывал, вы это все видели. Думаю, не сильно интересно. Просто решил показать объем здесь. Около 800 килограмм. Старая поставка вся, в принципе, закончилась. Ну, как бы, немало, да. Небольшой процесс сейчас еще дальше покажу. Вот, пиленный новый поступил. Сейчас все это надо будет грузить. Просто 800 килограмм. По 30 кг почти каждый мешок здесь где-то примерно. Ну, ориентировочный вес. Пришла вот такая энергия. В последнее время очень часто вопрос это, где же следующее видео? Ты же обещал глину. Проблема, наверное, в том, что пообещал глину, да. Но ролик выйдет буквально на днях уже. У меня прям сочно, очень смачно, так сказать, прогрелась и просушилась глина ОКТОБЕ. Я думаю, я засниму вам, как в целом она просохла. Это первый момент. Второй нюанс. Это, мне подсказали еще, ее нужно промочить. И она интересно очень расколется. Это второй момент. Потом я ее попробую поколоть. Она очень сложная на самом деле колется. Но дальше похрустеть, рассказать вам свои ощущения. И, соответственно, АСМР ролик, конечно же, это уже просто как всегда. Он наверняка будет, без этого никак. Поэтому какие-то такие вот новости за сегодня. Просто какие масштабы. Это я еще разом тонну не заказывал. То есть у меня было, да, действительно более тонны. Я за раз заказал, но это у разных поставщиков. А сейчас я первый раз все-таки у одного поставщика заказал. В итоге мне вот пришлось, а сколько? Почти 700 килограмм от одного поставщика и около сотни от другого. Общий объем получился 800 килограмм. Именно сейчас забираем. Выберешь, значит, не пойдешь к грузчику вырабатывать. Что-то устал, что ли? Вроде кого, чуть-чуть совсем. Почти как в прошлый раз, просто в два раза больше. Это жесть. Все, тут освободилось место. Тут все пустое стоит. Сейчас все будет заполняться вот этим вот. У нас еще и погода шикарная. Дождь. Кстати, кто же ест мел, кто это сказал? О, какие броски. Можно его попробовать. Это писать? Нет, есть тоже. Что, нормальный? Вкусный? Угу. Так вот, золотой. Маленькую какую-нибудь. Тебе сейчас совершенно другой. Ну, кусай-то там хотя бы. Что роняешь-то все? Ну, соленый хоть. Что, нормально? Соленый пойдет? Не пойдет? Нет. Чего приехал ко мне мело, наелся? Нет. Чего тебе с собой, на мело пользусь? Нет. Нет? Все, 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 все тут не съел. Что, Глент, тебе не понравилось? Нет. Чего так? Вкусная же? Тверда. Твердая? Да. А песчанка? Песчанка? Что за песчанка? Ну, вот последняя, которая камушка были. Вкусная. Вкусная? Вы столько мела, да? Нет. Нет? Тебе было на всю жизнь, наверное, хватило. Ну, куда он меня купил? Мешка одну? Так покупай. На меня не надо. Все, в общем, брат у меня уехал. Мело он наелся. Глину попробовал. Глина ему тоже не понравилась. Но неудивительно. Глина, она прям таки на любителя все-таки, я считаю. Но осталось все это на балкон грузить. Это процесс, ух, какой не быстрый. Не сказать, что очень долгий, но кропотливый. По поводу глины, как и говорил, сейчас вот вам покажу ее. Проходить тут стало невозможно. Это вот как-то оно, вот так вот все выглядит. Много, очень много реально в этот раз. Но теперь по поводу глины. Вот тут глина. Эта глина называется октобе. Я ее попробовал, но она поприятнее некоторых, которые я уже здесь пробовал. Так как она, по крайней мере, не соленая. И мне действительно понравилась. Так что сейчас вот про нее я говорил, она будет в роликах. Следующий момент. Скоро будет вот этот мелок. Это мелок с какой-то стороны загадка, но мне безумно понравился. Вот этот мел, отличительная особенность, это то, что он очень-очень соленый. Мне он безумно также очень понравился. Следующий момент. Здесь 4 глины мне поставщик отправлял на пробу. Обязательно их попробую. Ну и потом уже пойдут у нас 9D сорта. Поэтому ставьте лайк. Следующий сорт, как и говорил, это сорт октобе. Надеюсь, вы все ждете. Я знаю, что многие очень действительно ждут, когда уже будут глины на обзорах. Ну, всем спасибо за просмотр. Такой маленький нюанс. Сейчас быстрее всего закончился сорт Тюменский. Вот он прям один из первых просто вышел из чата, так сказать, да? И сейчас сколько у меня? Достаточно много заказов висит, которые я не могу на данный момент отправить, потому что вот чисто сорт Тюменский. Ладно, там все заказы максимум дня 4 висят. То есть отправка в течение 3 дней. То есть сегодня буду их отправлять. Поэтому еще не сильно страшно. И хорошо, что все-таки вовремя мелок поступил. Я думал, задержка будет подольше. Но нет, повезло, так скажем. Странная эта глина. Я бы ее назвал что-то типа пудра. Она очень-очень легкая, воздушная. Но более подробно уже в следующем ролике. В последнее время теста. Вот именно со старой поставкой и так было. Надеюсь, новое будет другое. Может, у старая поставка пришла такая, что многие сукие сорта, да и некоторые жирные, оказались немножко с песочным привкусом. Многие жирные оказались глиномелами. Я уверен в своих поставщиках. Но дело в поставщиках. Но дело не в этом. Я к чему веду. Некоторые пишут. Вы в следующий раз вложите, пожалуйста, сорт, который я у вас заказала, а не что-то другое. На что я обычно отвечаю. То, что я всегда кладу тот сорт, который вы заказываете. Просто иногда во время раскопок, допустим, бывают углубления, или наоборот, сверху поставщик собирает. Из-за этого местами мел может уходить ближе к глине. То есть, порода просто так пошла. Где-то наоборот. Может быть, песочный привкус, сорт вот этот немножко появится. Этот участок порода пройдет, и дальше будет оригинальный сорт, который он изначально и был. Я вот так объясняю. На что мне отвечают? Окей, типа, понятно. И вот некоторые еще иногда говорят, вы что, не пробуете то, прежде чем отправить, и так далее. То есть, я каждый заказ, получается, должен попробовать, прежде чем отправить. Но это же глупо. То есть, поставщики мне присылают сорт, допустим, вот вельвет, да? Вот он. Так я вам вельвет и отправлю. Типа, я отсюда брать не буду, отправлю вам вельвет. Просто раньше я еще так делал. Просто для того, чтобы сделать так, о чем идет речь, нужно полностью просушить сорт, понять, что это действительно то на 100%, то это очень сложная и кропотливая работа. Если немного заказов, то да, можно такими заморочками заняться, и у тебя действительно будут от тебя уходить те сорта к людям, которые они заказали. Ну и от меня отходит, которые у меня заказывают. Просто иногда порода меняется, ребята. Это стоит понимать. Как я не вину в этом поставщиков, так и вы не должны винить в этом, допустим, меня, либо других каких-то продавцов. В общем, надеюсь на ваше понимание.